Привет! А в этом видео мы с бабушкой Спицей поделимся рецептом приготовления очень ленивых вкусных голубцов на сковороде. Очень быстрый ужин, когда гости на пороге. Очень вкусное и сытное блюдо, а рецепт подойдет даже для начинающих и не требует много времени. Попробуйте приготовить, не пожалеете. Состав рецепта рассчитаны на 6 порций. Мясной фарш 400 грамм, рис 100 грамм, капуста белокочанная 250 грамм, морковь 1 штука, лук репчатый 1 штука, сметана 2 столовые ложки, томатная паста 2 столовые ложки, вода 1 стакан, растительное масло 2 столовые ложки, лавровый лист 1 штука, соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу. Основной этап приготовления. Для приготовления очень ленивых вкусных голубцов нам потребуется мясной фарш, молодая белокочанная капуста, подойдет и прошлогодняя. Также морковь, крупная луковица, краснодарский круглый рис, томатная паста, сметана и специи. Фарш для голубцов можно взять любой, говяжий, свиной, куриный или смешанный. У нас смесь в равных пропорциях из свинины и говядины. Начнем с подготовки риса. Так как голубцы очень ленивые, то рис варить мы не будем, просто зальем его кипятком и оставим на 10 минут завариваться, а в это время займемся подготовкой остальных ингредиентов. Голубцы получаются очень-очень ленивые, потому что все ингредиенты мы будем не нарезать ножом, а измельчим при помощи блендера, либо воспользуемся мясорубкой. Измельчаем таким образом капусту, морковь и репчатый лук. Запомните, фарш очень любит лук. Чем больше луковицы, тем сочнее и вкуснее получаются голубцы. Итак, рис уже набух. Сливаем воду с рисом и соединяем все ингредиенты. Добавляем соль, черный молотый перец и хорошо вымешиваем фарш. Формируем голубцы любой формы, смачивая руки холодной водой. Примерно весом по 90-100 граммов каждый голубец. Чтобы голубцы были одинаковые, при формовке мы используем кухонные весы. Этот шаг можно пропустить, но немного обжариваем на сильном огне голубцы с двух сторон, буквально по 2 минуты с каждой стороны, только до образования румяной корочки. Пока ленивые голубцы обжариваются, займемся заливкой. В стакан блендера выкладываем томатную пасту и сметану. Сметаны можно добавить больше, будет еще вкуснее, а вот томатной пастой лучше не увлекаться. Двух столовых ложек вполне достаточно. Добавляем стакан воды, немного соли и перемешиваем несколько секунд при помощи блендера. Блендер очень быстро делает заливку однородной консистенции. Заливаем голубцы, добавляем лавровый лист. Накрываем сковороду крышкой и тушим ленивые голубцы 15-20 минут. Подаем к столу очень ленивые голубцы с зеленью и овощами. Итак, ленивые вкусные голубцы на сковороде у нас готовы. Попробуйте и вы приготовить такие голубцы по нашему с бабушкой рецепту. Приятного вам аппетита!